Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 18.15 в эфире национального телевидения. Программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду. Я же журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас прерывает так соло цикл, потому что вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, я думаю, он требует более еще масштабного обсуждения. Но для начала, скажем, один плюс один, двое гостей у нас в студии. И тема сегодня будет звучать таким образом. Неделю назад мы стали свидетелями, как буквально в режиме онлайн было подписано концессионное соглашение о проектировании и строительстве транспортного перехода через реку Лена в районе Табаги. От республики соглашение подписала министр экономики Майя Данилова. Концессионерам выступила группа ВИЗ в лице восьмой концессионной компании. И буквально вчера мы получаем известие о том, что концессионер уже начинает изыскательские работы в месте строительства транспортного перехода. Эти новости не могут не радовать, но опять же при моментах обсуждения концессионного соглашения возникли некоторые вопросы, знаки преподавания, в которых я предлагаю расставить сегодняшним нашим гостям. Прежде всего это Александр Андреевич Кугаевский, кандидат экономических наук, заместитель ректора по СУФУ имени Максима Кировича Амосова. В свое время как раз большой специалист по транспортной инфраструктуре, я так называю. И народный депутат республики Павел Ксенофонтов, который одним из первых начал широкое обсуждение концессионного соглашения в соцсетях на различных площадках, дошло до того, что на 25-й уже намечен у вас правительственный час по обсуждению как раз концессионного соглашения. И момент такой, что многие моменты вот этого соглашения, соглашения века на самом деле, я считаю, они становятся объектом некой такой подтасовки. Манипуляции, да, цифрами, возможно, да, цифры. Стройка огромная, но, как многие говорят, мегастройка, подобная строительству Ленского моста, жизненно необходима в республике для того, чтобы, во-первых, повысить компетенции собственных ресурсов, трудовых ресурсов. Ну, другие аспекты... Ну, экономические, прежде всего, тоже. Да, естественно. Давайте, Александр Андреевич, вы как автор, один из авторов транспортной стратегии республики, давайте, с вашего мнения. Вы изучили вот концессионное соглашение, что вы можете сказать? Ну, прежде всего, надо сказать и отметить тот факт, что сегодня несогласных со строительством моста практически нет. То есть, я не услышал ни одного возражения против строительства вообще. Хотя до этого мы довольно много, ну, практически на протяжении 40 лет, все время в том числе спорили о том, что нужен нам мост или не нужен мост. Вот, теперь, потом стал вопрос, а какой мост нам нужен? Ну, то, что про железнодорожный мост говорить пока равновато, это определенно. То есть, есть такая транспортная теория, которой просто не перепрыгнешь так. Вот, поэтому строительство автомобильного моста, это, конечно, очень существенно и важно для республики в всей мероприятии такой по развитию транспортной инфраструктуры. Самое важное, что мы должны вот соответствовать, я как раз захватил стратегию транспортную, именно там и прописывали создание федеральной сети автомобильных дорог и железных дорог, которая бы соединила между собой, во-первых, все районы республики, а во-вторых, соединила вместе 13 федеральных субъектов Российской Федерации. Вот, Анадыря до Красноярска. Вот, поэтому именно вот этот объект, тот самый и последний есть, который у нас в транспортной стратегии записан, которым эта транспортная стратегия в 25-м году должна закончиться, должна быть исполнена. Вот, поэтому сегодня вопрос стоит, уже обсуждается конкретно, и это радует то, что равнодушных к этому людей у нас нет. Вот, обсуждается сама схема проведения этой концессии, вот, и финансовые вопросы. То есть там составляющих, три главных составляющих. Это вложение инвестора, который заинтересован в реализации этого проекта, с тем, чтобы получить с него свой интерес финансовый. Вот, это республика непосредственно, и федерация в лице федерального бюджета с теми средствами, которые там необходимо предусмотреть. Пока их там нет. Вот, но сам объект, он уже появился во всех документах, которые так или иначе говорят о развитии нашей республики. Поэтому вот, как построена будет схема, а самое главное, как будет построена схема возврата, ну, сегодня уже там называют цифры 120 миллиардов рублей стоимость моста. Ну, совсем недавно мы обсуждали тему 66 миллиардов строительства моста, но при этом мы называли только само строительство. Без проектирования, без того, что будет после строительства, без эксплуатации и прочего. Ну, 120 миллиардов, это, насколько я понял, расклад цифр. Это то, что та сумма, которая включает в себя и проектирование, и интерес инвестора, и эксплуатацию моста, и потом последующие наши платежи на протяжении 19 лет. Ну, не только наши. И эксплуатация, ну, за 19 лет тоже. Да, и эксплуатация тоже за 19 лет. Вот, но само по себе конституционное такое соглашение, оно довольно интересное. В принципе, оно обычно всегда заканчивается тем, что инвестор заинтересованно построил объект, и дальше он просто начинает получать с него дивиденды. Про эксплуатацию никто никогда не говорит. Ну, а теперь, значит, у нас вопрос такой, что инвестор наберется еще и за эксплуатацию моста. Вот, поэтому сам по себе проект, он очень такой интересный. И сейчас нужно уже обсуждать его детали. Ну, я думаю, он зайдет, наверное, и в депутатский корпус этот проект. И они посвятят ему, потому что сумма очень большая, и без депутатских обсуждений его наверняка не пройдет. Ну, само по себе позитивно то, что вообще от идеи, нужен нам или не нужен мозг, все равно, скажем так, дискуссия продолжилась и после подписания, и вовремя, и буквально за часы до подписания. Люди спорили, в таком виде он нам не нужен, и так далее, и так далее. Правильно вы говорите, свыше 72% респондентов, которые на различных совершенно уровнях опрашиваются в республике, они говорят, мост нужен. Он нужен не только нам, жителям Якутии, он нужен еще и прежде всего федеральному округу, он нужен всей России в целом, чтобы, по крайней мере, в одно целое сплелись вот те цепочки и те механизмы, которые могут повлиять на эффективность экономики России в целом. Здесь момент. Позитивно то, что от идеи, нужен или не нужен, перешли к обсуждению цифр, которые заложены уже в концессионном соглашении. Ну, о цифрах тоже говорить может быть немножко рановато, потому что самого проекта нет еще. Вот какой он будет. Сейчас разговор повели о Вантовом исполнении моста этого, то есть это подвешенный на канатах мост, так же, как Читный остров Русский. Ну, для нас это совершенно, вообще мировой практики, нет такой аналогов на таких холодных регионах строить аналогичные мосты. Но здесь больше всего, наверное, будет занимать не то, что низкие температуры, а годовой ход температур, 100 градусов. Вот это вот будет серьезное такое, надо будет техническое решение какое-то дать, чтобы вот это преодолеть. Да, это уже проектное решение, которое мы вот будем в ближайшее время и рассматривать, наверное. Сам по себе принцип, вот то, что республика вкладывает определенные средства в течение 19 лет, все это напоминает для обывателя банальную ипотеку. Банальную ипотеку. То есть ипотека на государственном уровне, по принципам которой здесь, в столице республики, уже здесь и сейчас. Уже десятки социальных объектов построены, уже эксплуатируются. По ним тоже вопросы есть, конечно, да. Ну, прежде всего, мы должны понимать следующее, да. Мост сам по себе, вот как Александр Ильич сказал, никто не против средства моста. Все спрашивают, почему при подписании конституционного соглашения не участвуют федеральные органы власти, почему они не являются инициаторами этих соглашений и так далее. И почему сумма строительства моста из 66 миллиардов стала 83 предварительно, а сейчас стало 120 миллиардов. Вы правильно говорите, что некоторые, скажем так, люди манипулируют цифрами, да. Они говорят о том, что вот там мост стоит 120 миллиардов, а у нас бюджет там 205 миллиардов, все пропало, все плохо. На самом деле речь идет о том, чтобы построить мост, там 83 миллиарда рублей, да, и эксплуатировать ее в 19 лет с возвратом тех инвестиций, которые есть. То есть, да, в общей службе 120 миллиардов, но это в течение 25 лет. Это, в принципе, подъемная, значит, сумма и для федеральной власти, и для регионального нашего региона, да. И речь же не идет о том, что всю ту максимально значимую сумму должен вернуть бюджет республики. Да, естественно, да. Речь идет о том, что в самом конституционном соглашении, я подробно ее прочитал, наше правительство достаточно хорошо защитило бюджет республики. То есть, есть там определенные обстоятельства, которые позволяют нам при, значит, отсутствии транша из федерального бюджета разорвать конституционное соглашение. Значит, там даже есть пункт, по которому, если мы в текущем бюджете не, значит, предусмотрим свою часть, то тоже есть возможность, значит, разорвать конституционное соглашение. Здесь надо отметить следующее. Этот мост, вот, мой уважаемый Александр Ильич, он был у нас как бы на истоках, в целом, вот этой федерализации наших дорог, да. Этот мост, если вот так память не изменять, Путин подписал указ еще в 2011 году. В 2011 году, вот именно про этот мост. То есть, с 2011 года мы об этом говорили и говорили, говорили и говорили. Я еще в 2013-2014 году, когда работал в правительстве республики, в Министерстве промышленности, мы этот мост тоже обсуждали. Сколько там мы там тонн угля будем перевозить, сколько там миллионов того будем перевозить, налево, направо там и так далее, и так далее. И здесь надо сказать следующее, что в тот период у нас не хватило, скорее всего, политической воли взять на себя ответственность запроектировать, пройти государственную экспертизу и иметь смертную стоимость этого автомобильного перехода через реку Лена. В этом случае мы уже давно бы-давно продвинулись бы. Почему? Потому что Путин следующее указание дает, наши начинают работать с федеральным органами власти, те начинают отказываться, в итоге денег нету, того нету, и в итоге Вот 11-й, 19-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й года мы никаких телодвижений не сделали. А Сей Сергеевич получил четкую резолюцию от главы России о том, что он не против, что проект уже созрел для реализации и начинает действовать. А то, что там Министерство транспорта России говорит о том, что в 2021 году денег нет, в каком-то последующем денег нет, это вопрос, кстати говоря, к федеральным органам власти. Почему они не слушают главу Российской Федерации? А Сей Сергеевич не слушал, а они почему-то не слышат это. То есть, соответственно, мы должны сейчас работать над тем, чтобы они все-таки отрезвели и приняли уже участие. Но я понимаю, допустим, когда мы работали с федеральным органом власти, когда любой проект, по части газификации даже, есть проект, есть федеральное финансирование. Нет проекта, нет федерального финансирования. Павел, давайте прервемся и о тонкостях работы с федеральными органами, и вообще о том, что инвестор, в нашем случае, это птица очень редкая, как с ним обращаться. Мы поговорим во второй части нашей программы, которая сразу после небольшого перерыва вернется на ваши экраны. Мы продолжаем разговор. Вокруг основной темы наших сегодняшних дней, 13 февраля, было подписано концессионное соглашение между республикой и концессионером, который выступает восьмая концессионная компания, представляющая группу ВИЗ. Вообще ВИЗ это, я так понимаю, что инвестор, в данном случае группа компании ВИЗ, это птица очень редкая, особенно в наших северных широтах. Вообще к нему нужно относиться, скажем так, с должным пиететом. Я так, я правильно, потому что... Не обязательно с должным пиететом и так далее. Весь, в принципе, работает на территории республики, вы до этого уже сказали, что у нас есть школы строил, есть садики строил. И, в принципе, он как надежный партнер, в принципе, уже может рассматриваться, что он не соскочит с конституционных соглашений и не оставит там свои проекты на полпути или на одной третьей пути и так далее. Вот в части поиска инвесторов это очень сложный процесс на самом деле. И тут как бы манна небесная, здесь нету такого, что там инвестор пришел и они в очереди стоят. Нету таких инвесторов в очереди. И то, что там говорят, там, китайцы там могли бы построить за 50 миллиардов, за 30 миллиардов, это на самом деле так. Они, да, они скажут, мы построим за 30 миллиардов, но они переговоры будут вести 10 лет, пока ты сам не устанешь и пока ты сам не откажешься от них. А они это постоянно делают. Мы же знаем, какие проекты они заходили, они говорят, вот мы там, мы придем и построим, да. А инвестор, который реально может что-то сделать, он вот и есть, короче, который мы определили, в принципе, который имеет федеральную поддержку. Потому что мы когда говорим ВИЗ, мы же имеем в виду и в том числе и Ростех. Это большая корпорация, которая... Подразумеваем, что у нее есть гаранты. Да, гаранты. И, в принципе, они будут помогать и в том числе, в том числе, получать и федеральные гранты на строительство этого моста. Лоббировать. Лоббировать, естественно. Вот не секрет, что все происходит при лоббировании. То есть, Асен Сергеевич лоббирует наши интересы в федеральных органах власти, да. Он привлекает инвестора. Инвестор, он цепляет тем, что инвестор соглашается участвовать, ну, естественно, получая, как бы, выгоду. Но в то же время, Асен Сергеевич понимает, что, допустим, брать на себя полностью стоимость строительства моста для республики, это очень обременно. Потому что у нас есть сельское хозяйство, да, у нас развитие территории, у нас достаточно много моментов, в которые мы должны вкладываться. И, соответственно, он, как бы, правительство находит того инвестора, который, в принципе, имеет и лобби и в федеральных органах власти. То есть, они уже в одну лодку сели. То есть, мы уже сели в одну лодку с инвестором, который, в принципе, имеет лобби и на федеральных органах власти. Я об этом хочу сказать. Ну, здесь еще один такой момент есть. Когда объект на территории того или иного субъекта Российской Федерации можно считать федеральным. Только в том случае он решает задачи нескольких субъектов. И вот Вилюйскую дорогу, когда мы проектировали и с объездной дорогой вместе, и с будущим мостовым переходом, мы как раз вот эту связку делали. Что Вилюйская дорога в будущем будет решать, работая в интересах 11-13 субъектов Российской Федерации. Она будет их между собой. Ну, 11-е это железно, потому что через них конкретно будет проходить. Поскольку Вилюйская дорога выходит в Красноярский край, до Тулуна идет. Ну, теперь Тулуна известный поселок Сталдэ. Мы, кстати, должны продолжить идею Александра Ильича. Соединить Вилюйский тракт с, в нашем понимании, Ленским мостом. В этом случае мы соединим три федеральные дороги. Колыма, Лена и Вилюйский тракт. А вот это вот присоединение, это, извиняюсь, прерогатива федеральных все-таки? Я думаю, да. Мы должны вместе работать и Ультумиан и правительственная тем, чтобы доказать, что мы Вилюйский тракт должны дальше, согласно этой стратегии, соединить. И тем самым, когда мы соединим, уже вопрос, допустим, станет, что мост, когда соединится, он уже станет федеральным. То есть он не может быть оригинальным уже. То, соответственно, когда мы, допустим, построим, условно говоря, в 2005 году мы мост построим, запустимся, да. И к этому моменту Асин Сергеевич уже дальше будет продвигать соединение Вилюйского тракта с этим мостом. И в итоге где-то, может быть, через пять, через шесть лет, ну, где-то в 2030 году, если мы добьемся... Частью федеральной дороги. Да, она стоит частью федеральной дороги, и мы разорвем соглашение до выплаты всех вот этих вот, выплат согласно конституционным соглашениям, потому что она станет федеральной. И федералы будут дальше уже решать вопрос финансирования. Все это будет зависеть, еще раз говорю, от плотной работы с федеральными органами власти. Естественно. У нас очень плотная работа была с федеральными органами, когда мы делали трассировку у Зимника от Якутска до Бестяха. Почему он сегодня 20 километров, этот Зимник, в то время, когда, казалось бы, есть прямая дорога? Потому что он связывает как раз три федеральные дороги. Колыма, Лена и Вилюй через Даркалах и через Объездную дорогу. Вот это вот связка сегодня. Поэтому сегодня уже эти три дороги федеральные, определенное время года, пока есть движение по реке, они являются связанными. Вот теперь от моста он решит задачу уже круглогодичной связи. И эта система уже будет работать полностью. Александр Андреевич, как большому специалисту по инфраструктуре. В конце декабря на встрече главы республики, скажем так, с блогерами, даже журналистами, Асен Сергеевич озвучил, отвечая на вопрос Нюрбинского, кстати, блогера, Петровича, Олеся Петровича, сказал, ближайшие десятилетия из Мирного до Магадана, это, считайте, что уже реальность, да, со вводом каскада мостов через Вилюй, в районе Верхневилюйской, да, буквально сегодня информация была о том, что... Уже подписано, да? Изыскательские работы уже. Изыскательские проектные работы Охотковский моздорстрой. Это очень большой прорыв уже, на самом деле. Стоимость проектирования Вилюйского моста оценивает 20 миллиардов, да? Далее, речь идет о Балданском мосте, который в районе Хандаги соединит Колумбский тракт. Это, я считаю, Ленский мост послужит, послужит, не только я считаю, вернее, со слов главы, Ленский мост послужит триггером такого гигантского процесса, который, ну, аккумулирует все возможности вот этой инфраструктуры и станет... Все это работает как надо, конечно. Я вот тут добавлю, да, мы в свое время, когда вместе в ОНФ работали, продвигали идеи программы «Мосты России». То есть, и, соответственно, как бы оригинальную тоже подпрограмму «Мосты Якутии». Речь о чем идет? О том, что, да, дороги делают это правильно, там, да, чтобы они асфальтовым покрытием были, там, и так далее, да? Но даже имея грунтовую дорогу без моста, как бы без асфальта, асфальтовую дорогу без моста, это уже все, как бы, она не инфраструктурный объект поступающий, она обрывается. Поэтому мы посчитали все мосты, которые находятся на территории республики. У нас где-то более 22 тысяч чем-то мостов, из них 480 примерно федеральные мосты, потом идут региональные, ну, и республиканские мосты, и очень много у нас муниципальных мостов. И в целом мы поднимали проблемы мостов и мостостроения в целом на территории республики. И когда вот мы продвигаем большой проект по мосту, мы имеем в виду, что вот, как вы говорили, технологии, производство, специалисты, которые заходят на строительство этого моста, когда ты побеждаешь, допустим, такой большой проект, как Ленский мост, для тебя сделать мост через другие малые реки, которые ниже Лены, да? Меньшие реки. Да, меньшие реки, это уже, как бы, дело, как бы, техники, как бы, состава, да? То есть, получается, что мы, строя этот мост, мы должны консолидировать не только там финансовые средства, да? Мы должны консолидировать и наших подрядчиков, как бы, предприятий, да? Наших инженеров, нашим, ну, то есть, все полностью, чтобы у них была возможность, что мы этот барьер, как бы, перешагнули, и мы можем строить мосты уже по всей Якутии. Речь об этом идет? Ну, аналог, это вот у нас БАМ-строй был в свое время, и там был, мостовики были мощные, огромный трест был. Мы должны их вернуть. И вот они, для них построить мост ничего не стоило. У нас даже вот пока строили железную дорогу, то доль дороги уже стоит мост, дороги еще нет. Вот сам мост есть, а дороги еще нет, даже насыпи нет. Так забавно смотрелось, но вот это мостовики, они строили уже, имея большой-большой опыт. Вот это люди были подготовлены, и вот сегодня таких надо создать. Поэстрально говорит. Я возвращаюсь к своей ремарке насчет того, что инвестор – это птица редкая. В принципе, вот для группы ВИЗ, когда он выступает подрядчиком по Ленскому мосту, создание, скажем, фронта работы в Алданском направлении, в Юлийском направлении, это, в принципе, же тоже гигантский плюс. То есть, не на один объект заходит, а на целый каскад объектов, которые... Ну, если он будет заходить в другие объекты, я думаю, это тоже нормально. Что тут такого? Он строит мосты, и, в принципе, он будет, у него специалисты будут уже более-менее понимать. Кадровый состав – это самый важный. Это очень важный момент. Потому что мостостроение – такой тонкий момент, что это такой тонкий объект, что тут надо быть высоким профессионалом. Я вот как инженер, как промышленник, могу сказать, что вот кадровый потенциал, вообще кадровый состав, вообще в целом, да, оно играет одну из ключевых ролей. Вот когда, помните, когда запускали газификацию, да, вот, республики, в Юлийском месторождении, когда запускали, да? Нашли, потом начали обустраивать месторождение, и где-то уже в конце 50-х годов приняли решение, что будут строить мост. Эх, газопровод, да, до города Якутска, да? Столько было, на самом деле, даже в советские времена, в периоды было, статьи были, что вот там газопровод, там, загрязняет водоемы, там, да, аласы, там, сенокосные угодья, там и так далее, и так далее. Даже тогда, в советские времена, было сопротивление. Люди-то были и тогда, да? И тогда, да, в советских даже газеты писали об этом, да, но газопровод мы построили, и примерно, я прикидывал, примерно, да, до запуска города Якутска, там, в течение 25 лет, мы вложили где-то 80 с чем-то миллиардов рублей. Ну, это, как бы, в ценах, вот, приблизительно цена, да? Но что мы получили? Мы получили, сначала писали о том, что в 80-х годах писали, что зачем нам этот газопровод, который мимо нашей деревни идет, и мы газа не видим. А уже когда, в 90-х годах, уже все, как бы, началась перестройка, там, Михаил Ефимович уже в 95-м уже принял программу газификации, там, и так далее, у нас получился синергетический эффект. То есть, у нас пошла газификация наших сел, да, да, у нас кадры появились, да, местные. Ну, одних сварщиков-то набрать только. Да, и вот сейчас, вот, в течение, вот, определенного времени, мы тоже вложились очень хорошо, но у нас сейчас кадры, у нас есть газофиксированные населенные пункты, и мы удержали населенные пункты в том виде, в котором они сейчас есть. Да, как бы, сейчас уже, как бы, вопросы какие-то другие поднимаются, там, тариф, там, газа, там, и так далее, но это уже, как бы, следующий этап развития. У нас есть перерабатывающий завод, то есть, любой большой проект, который вкладывается в регион, она имеет синергетический эффект. Может быть, сейчас его не видно, да, его, может быть, не видно сейчас, да, там, скажут, а что там, мост построили, я там живу, там, где-нибудь, там, в Чакурдахе, зачем этот мост, короче, мне, да. Но, с другой стороны, она будет повлиять на обеспечение, там, продуктами, в том же Чакурдахе, чуть дешевле. Вот в чем вопрос. Сегодня, кстати, вот Альбина Кычкина, опора России, тоже выступала и говорит, что с постройкой моста будет огромный триггер также для развития малого и среднего предпринимательства, да, который без всякого сомнения будет задействовать, скажем так, логистики товаров и грузов, которые будут переходить через этот мост. Ну, естественно, и, наверное, там где-то в районе Табаги там появится, там, какой-то там хаб какой-то появится, да, потому что все-таки до того, как мы с Вилюйским трактом соединим, все-таки все груза, все будут проходить через Покровский тракт и заходить в город Якутск. Ну, это же все же понимают, да? Вы представляете, когда там летний период, когда люди купаться едут, у нас вообще вот в Чернышевске все это стоит, как бы, ступором. И здесь, как бы, тоже немаловажный факт, вот это, да, что в город заходит. Рассчитать нужно. Да, рассчитать нужно, и там тоже будут проблемы. Ну, я, по крайней мере, как народный депутат, буду биться того, чтобы, во-первых, в Вилюйский тракт соединить с мостом, во-вторых, чтобы мы все-таки добивались федерального финансирования. Спасибо. Опять же, сразу после небольшой паузы мы вернемся к нашему разговору вокруг очень, я считаю, актуальной темы на сегодняшний день. Начало работ по проектированию и строительству Ленского моста. Мы продолжаем программу «Один из нас», и один из нас в моем лице, ну, будучи, скажем так, филологической направленности, не недоумевает. У товарищей, которые обладают, скажем так, более стратегическим мышлением, более стратегическим складом ума, почему же все-таки наличествует вот этот лудизм, да? Почему находятся противники прогрессивных явлений, которые, может, это все-таки транспортная стратегия, да, Александр Андреевич? Ей, по-моему, лет 10, если не больше. Где-то 14-го года. Да, больше. 15 лет, 16 лет. Почему мы не могли за вот эти 16 лет донести до каждого младенца, который сейчас бы уже заканчивал среднюю школу, о том, что без вот этих вещей, как транспортный переход через реку Лена, без вот этих вещей, как строительство качественных автомобильных дорог, железных дорог, без вот этого хаба, который мы обсуждали в переживе, да, Нижнеместерский хаб. Нет, ну, я бы сказал так, короче. Почему вообще мы все это время... Люди, которые говорят, мост нам не нужен, они, ну, занимают, ну, не более, там, 15, может быть, процентов населения. 15, ну, 20 процентов, да? 20, да. Ну, они всегда были. То есть противник любого проекта, то есть любой проект, хороший, скажи, все равно появится от 10 до 20 процентов людей, которые не согласны своей позиции. Но так как у нас... И дело не в уровне их развития, да? Да, да. Не в их складе. Не в их складе, да. Это вот они и были, есть и будут. Единственное, что вот всегда меньшинство, она очень активная. Меньшинство всегда позицию свою... 80 процентов информации обсуждает, да? Да, да, да. 20 процентов меньшинства. И поэтому кажется, что люди против. На самом деле, я, допустим, вы из трех сидящих, мы не против этого моста. Вообще надо сравнивать мосты. Вот, допустим, Крымский мост, который, помните, мы когда хотели построить, у нас деньги отобрали, условно говоря, да, и построили через Кенческий пролив Крымский мост. Он стоит 228 миллиардов рублей. Протяженность 18, там, запятая, чем-то... 19 километров. Ну, почти 19 километров, да? Вот, наш стоит, протяженность у нас 14 километров. 14 километров. Да, 14 километров. Со симпатизмными путями, да? Да, да. И он стоит у нас 100, ну, как бы, будет стоить за 25 лет 120 миллиардов, а за период строительства он будет стоить там 80... 80 миллиардов. Да, ну, строительная часть. Да, строительная часть до миллиардов. Это нормальная стоимость, сопоставимая стоимость с тем мостом, который построили на Крымской стороне. Вот. Вот. И другой вопрос, что у нас, как бы, переход сам, сколько это, 4 километра, да? И по 5 километров у нас будут подъездные пути. Вот. И все. Поэтому, при сравнении с такими крупными проектами, у нас стоимость нашего моста, она, как бы, сопоставима. И то, что мы говорим, там, когда-то он стоил 60, ну, ребята, как бы, есть инфляция, есть, как бы, такие... Ну, есть конструктивное исполнение совершенно едвае. Да, и, как бы, есть моменты свои. Да. Там самая большая, конечно, была опасность именно с ледоходом. Вот. Ну, во-первых, сейсмика там присутствует на Табагинском створе. Вот. Во-вторых, значит, лед идет, когда большими полями, он всегда вызывает опасения. Вот. Поэтому, безусловно, так все старались, как можно сделать, длиннее пролеты. Ну, вот сейчас говорят, трехопорные практически, да, трехпилонные системы, то, что сейчас предлагают. Ну, это практически три опоры. Две у берега, одна в середине реки. Вот. А там расстояние 2, 2, ну, официально 2 километра 600 метров от берега до материковой. Ну, русловая часть, вернее, 2 километра 600 метров. Это серьезная вещь. Потому что там заторы, ну, мы и без моста заторы бывали на Табаге, и на Кангаласах. Это же я помню со всю свою жизнь. Поэтому есть, конечно, такие, многого, сейчас очень много технических будет стоять задач, которые нужно будет решить. Вот. И с экономикой это уже тут более-менее. Почему люди находятся, люди, которые возражают? Мотивов полно, всяких разных. Кто-то действительно не знает, да? Кого-то это пугает, что такое будет тут у нас стоять, да? Вот. Кто-то по политическим мотивам. Там укусить действующую власть. Кто-то из вредности просто. По-разному. Это я просто очень часто участвовал в обсуждении по поводу и железной дороги, и вообще транспортного строительства. Но мотивы бывают самые разнообразные. Там до курьезных и смешных иногда называют такие. Нет, я просто к тому, что у вас иной склад, иное видение, иной склад. Вот 2005 год, да, обсуждение, допустим, некого логистического центра в Нижнем Бестяхе, с железной дорогой, со всеми... Не было тогда еще в Бестяхе ни железной дороги, ни транспортно-логистического центра, да? Сейчас, 2020 год, все это реальность. Пассажирское сообщение, извиняюсь, до южной границы Якутии. И вот раньше, в 2004-2005 году вы видели это, а основная масса, скажем так, этого не видела. Сейчас основная масса приобщилась к этому, они уже испытывают и пассажирское сообщение, и... И грузовые там, все. Да, и радуются тем ценам, которые в Нижнем Бестяхе складываются, да? Наши ветераны видели это, представляли, а население, которое менее было информировано, они этого не видели, и все. Вот я к тому, что все-таки уровень информирования населения в вопросе стратегического развития нужно усиливать. Вот ты правильно говоришь, на счет этого, да? Потому что в советские времена существовала такая реорганизация, как общество знания. Она сейчас как-то вроде существует, а вроде бы его нет. И там шла такая активная объяснительная работа, просветительская работа, и дискуссионная, очень много спорили там бывало. Ну, я сам работал в рамках этих заданий, которые по обществу знания шли, поэтому я знаю, и знали многие. Сегодня просто вот этот сегмент, он упущен как-то, никто толком не объясняет. Он больше, знаешь, когда он перешел только обсуждение при резонансных каких-то событиях, при резонансных статьях, там и так далее. То есть обсуждается не для объяснения, а когда уже резонанс... То есть по ситуации, да. Уже вспыхнул, короче, да, такое, и начинается обсуждение, короче. Вот я ложку дег, ты все-таки в этот проект скажу, да? Меня огорчает только одно. То, что мы изначально, вот это конституционное соглашение, не выложили в общую доступную, да, в свободный доступ. Мы его только выложили тогда, когда объявили конкурс. Это вот во-первых, да? Во-вторых, было бы неплохо, если бы мы изначально вот это конституционное соглашение обсуждали бы в законодательском собрании. То есть государственное собрание Республики Саха и Якутия. В-третьих, после подписания, вот сейчас вот подписали уже 13 февраля, да? До сих пор ее в открытом доступе тоже нет. Хотя мы... Но есть же, я прошу прощения. В открытом доступе до подписания, это как в конкурсной массе. А уже подписанная с печатями там как положено, что вот со всеми этими графиками, она только в закрытом режиме только. Ее пока нет. То есть я бы сейчас вот через телевидение обратился бы к нашему правительству, чтобы они выложили в сеть то, что уже подписано, то, что в принципе она уже никакой секретности, она уже себе не представляет. И вот для того, чтобы мы 25-го, вот у нас сегодня среда, мы 25-го собираемся, и чтобы вот люди тоже подготовились, 25-го надо просто ее выложить, вот буквально вот, не знаю, там сегодня-завтра, да? Совершенно верно. Вообще все такие большие проекты, которые сбликнут за свои большие деньги, обязательно надо обсуждать их. Естественно. Просто тут опасаться чего-либо нечего. Потому что если считаешь точку зрения правой, правда ведь она всегда сильнее, да? Поэтому надо просто обсуждать все. Вплоть до того, что и всенародное обсуждение делать. Правда в том, что вот если конституционное соглашение люди почитают, мы все-таки, правительство все-таки защитило бюджет республики, да? Это во-первых. Это реально, правда, я читал это конституционное соглашение предварительное, да? Второе, это то, что мы за вот эти годы, которые там обсуждали, 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 приняли политическую волю, на себя, короче, взяли, и пошли дальше. То есть и здесь уже как бы дальше уже лоббистские интересы нашего правительства, Айсен Сергеевича и вот этот инвестор, который сейчас вот участвует, это вот мы должны вот этот компонент соединить и дальше продвигать. Вообще вот в целом очень плохо то, что мы иногда теряем чувство партнерства. То есть нам кажется, что там правительство там что-то делает, там плохо для нас, короче. Ущерб. Да. Ну да. А некоторые... Оппозиционная политика всегда начинает. Да, а некоторые члены правительства думают, по-моему, население нас как бы не понимает, не поддерживает. Ну то есть от этого надо перестать. Это уже стереотипы уже должны прошли. У нас новая команда, новый L2MEN. Мы должны как бы научиться чувствовать партнерство и локти друг друга, и дальше двигаться для развития региона. Вот в чем смысл. Вот это вот очень тяжело на самом деле, слышать друг друга. Это очень тяжело. Да, уметь слушать, конечно. Ну и еще раз говорю, нужно, важно, уметь слушать и оппонентов. Естественно. Почему они выступают против, чем они оперируют. Большей степени оппоненты, мы же сейчас сказали, большей степени оппоненты обеспокоены бюджетом. Да. Ну то есть обеспокоены тем, что если федеральные органы не помогут, то, соответственно, это все ляжет на бюджет республики, соответственно, у нас начнутся сокращения социальных направленностей и так далее. Ну, я вас уверяю, как народный депутат, у нас мои коллеги, по крайней мере, руководители наших комитетов и так далее, они за бюджет бьются за каждый рубль. Я не думаю, что кто-то один из депутатов скажет, что в ущерб социальных направлений, медицины, здравоохранения, образования и так далее, кто-то из депутатов пойдет в какие-то шаги, я не думаю, я сомневаюсь в этом. В заключении давайте друг друга поздравим, что мы являемся, все мы являемся свидетелями такого большого процесса, начала большого процесса. И на наших глазах, а, во-первых, при каком-никаком обсуждении подписывается Конституционное соглашение, да, находится инвестор, находятся ресурсы и желание, самое главное, реализовать многовековую нашу мечту. Не в интересах там кого-либо и так далее, в интересах всего народа. Конечно. Вот левобережная, правобережная Якутия всегда были, ну, грубо говоря, скажем так, некими, не то что антиподами, да, они представляли собой нечто другое. Я думаю, что МОЗ будет играть очень огромную интегрирующую роль в том, что Якутия перестанет, наконец, делиться на Заречья, там, и на центральную ювелирскую группу, да, а станет единым целым. И, дорогие коллеги, еще раз говорю, поздравляю просто, потому что при нашей жизни, на наших глазах все это дело происходит, и мы стоим в начале очень большого пути, когда мы реально, вот как Асен Сергеевич говорит, в течение ближайших 10 лет, садясь в автомобиль в городе мирном, да, проедем до Магадана, увидим море. Спасибо, спасибо, что приняли мое приглашение, наше приглашение нашего канала, и увидимся в следующих выпусках программы «Один из нас». А сегодня мы говорили о начале большого процесса, о проектировании и строительстве мостового перехода через реку Лена.